Здарова, чуваки, аудиофилы! Сегодня у нас уникальные наушники, которые называются XSense Mangrit T-Pro. Все, кто хотел Янин Кармен, но не мог дотянуться до 850 долларов по ценнику к Янин Кармен, для вас есть T-Pro. Сейчас быстрая распаковка, потом смотрим график АЧХ, характеристики, и я рассказываю о том, как они звучат. Коробка, конечно, симпатичная, вызывает некий вау-эффект, открывается тоже как в Мир Сказок, помните? И внутри у нас конверт. Внутри конверта просто инструкция о том, как надевать наушники. А здесь коробочки, кейсик для наушников и амбушюрки. Три типа разнообразных амбушюр. Пенные амбушюры, которые здесь абсолютно этим наушникам не нужны. Черные амбюшки с мягкого силикончика со средним соплом. И белые амбюшки, похожие на КБ-07. Не уверен, что это именно они, но очень похожи. Я, конечно же, использовал свои любимые Трай Клариан. С широким соплом, если что. Посмотрим, что лежит в кейсике. Ну, здесь, естественно, кабель и прочие ништяки. Мягкий, мохнатенький мешочек вот такой, чтобы ложить наушники, чтобы они там не поцарапались. Прищепка на одежду, ну или на соски, кому как больше нравится. Привет, ДДСМщикам. Есть щёточка такая, для чистки, вероятно, наушников. И ещё сменный коннектор. Три с половиной. А вот и кабель. Коннекторы меняются развинчиванием и размыканием. Он мне напоминает лишь шуерские кабели для среднебюджетных наушников. Возможно, так и есть, однако кабелёк очень даже неплохой. Менял на наушниках его на небову, каких-то значительных различий не возникло. Поэтому стоковый кабель можно использовать вполне хорош. Корпуса наушников из алюминия. Здесь есть что-то вроде компенсационного отверстия. Возможно, он же является портом так называемого фазоинвертора. Но это не точно. Звуководы крупные, с частой сеткой. Ну и самая красота красотища, это, конечно же, фейсплейт. Лицевая панель наушников. Переливающаяся и меняющая свой цвет в зависимости от освещения. Например, дневной свет влияет на окраску фейсплейта. И днём он выглядит в фиолетовых цветах. А при дневной лампе он превращается в синий-зелёный оттенок. Сказать, что наушники красивые, это ничего не сказать. Они просто совершенные. Шикарные. Чёрные шелы и красивые перламутровые переливающиеся хамелеонистые фейсплейты. Отличные наушники с визуальной составляющей. Xens Mangret T Pro. Суперкомфортное звучание и идеальный тональный баланс. В каждом наушнике по два динамических драйвера на низах и по шесть балансных арматур от Naus на серединке и на VG. Частотная характеристика 20 Гц, 22 кГц. Чувствительность 104 дБ и сопротивление 13 Ом. Кабель из посеребряной меди со сменными коннекторами 3,5 и 4,4 мм балансный. Тестировал я это сокровище на FIO K9 Pro ЦАП-усилитель стационарный. Тестировал я это сокровище на iBAS D16 Taipan. Хай-эндный А-класса ЦАП-усилитель портативно-настольный вариант. А сейчас перед вами график АЧХ. Как видим здесь максимально идеальный тональный баланс между низкими частотами и верхними. Казалось бы в области 800 Гц немножечко так подпровалена серединка. Но это лишь казалось. В действительности с серединкой все великолепно. Далее идет подъемчик в области где-то 2 кГц, 3-4 и якобы спад на 5 небольшой, но в действительности все максимально комфортно. Опять же провалов каких-то глубоких нет. На 8 кГц идет печок, как и положено стандартный пик. И потом идет спад. Казалось бы по графику, вот там прям на 12 кГц ямка такая в действительности. Деталечки все на 12 кГц сохранены. Несмотря на эту ямочку, они все на месте. Они все присутствуют. Воздушность в области 15 кГц. И дальше обрыв. И печок к 20. Там где секретные бриллинсы какие-то там находятся. Все здесь в порядке с АЧХ. Она прекрасна с визуальной точки зрения. И на слух одна из лучших. Эти наушники и ровные, и одновременно хармоновские. Короче, воспринимаются они шикарно. Убираем нахрен АЧХ и говорим о звучании этой прекраснейшей модели. Внимание! Xen's Mangret T Pro вызывают пристрастие к их звучанию. Это вот такая вот предупреждаечка с юмором. На самом деле наушники действительно вызывают какую-то тягу к ним. Их не хочется вынимать из ушей. Благодаря их фантастическому звучанию. Повторюсь. Для тех, кто хотел Янин Кармен за 850 баксов. Но каким-то образом не мог решиться, скажем так, на их покупку. Значительно дешевле. Но по сцене очень похоже. Фантастическое построение сцены. Это потрясающие наушники. Для меня это действительно выбор года. Уникальная модель, которую хочется слушать. Явно аудиофильский сегмент. Изначально, когда я их включил, низы казались какими-то упрощенными слегка. Все остальное уже было в полном порядке. Я их поставил на прогрев буквально на 20-30 минут. Заварил зеленый чаек. Пока они грелись на большой экстремальной громкости. Но так, чтобы их не повредить. Они прогрелись. Динамический драйвер 2 в каждом наушнике. Качнулись как следует. Приработались. Буквально 20-30 минут. Я их стал отслушивать. Я смотрю, да. Низкие частоты стали значительно симпатичнее. То есть короткого прогрева хватило, чтобы низы устаканились. А верха и середина были и так прекрасны. И чем больше я их слушал, тем больше я кайфовал и покрывался от них мурашками. Они очень сильно по вовлечению, по какому-то супер сладкому кайфу напомнили Янин Кармен. Это как вот знаете, просто флешбек Карменам. Потрясающий звук. Просто мурашки пошли. Я их хочу перехваливать, но их перехвалить невозможно. За ту цену, за которую они продаются, это настоящее сокровище. Даже от Тимпотека V3 они звучали очень вкусно. Но блин, когда ты их подключаешь кайбаса D16 к хай-эндному источнику, либо когда ты их подключаешь к K9 Pro, они раскрываются на полную. И ты такой, вот это ж кайбаса эти бабки ничьи. Я много чего хорошего потестировал. И EM10 от 7 год флагманская модель. И от Hype Audio были отличные Hype 4. И 7 Гц Аврора были отличнейшие наушники, шикарнейшие. Да и много-много других моделей. EPZ 530 потрясающие. Уникальные EGino 7M от LeShuer. Это первые наушники, которые я просто вообще не хотел вытаскивать из ушей. Я не хотел даже вот за клавиатурой как-то там текст набирать, что-то писать про них. Мне просто хотелось ставить один, другой, третий трек. Те треки, которые я слышал дохренели арт раз на тестах, я слышал, ну не как в первый раз, но я слышал их упоенно сладкое звучание по-новому. Они звучали супер охренительно. Ладно, сейчас все-таки надо рассказать, как они звучат. Бас. Чувствуется, что наушники снабжены двумя динамическими NCA драйверами. Звучание имеет определенный акцент на басовой составляющей. Однако наушники басхедными не назовешь. Низких частот больше, чем ожидаешь. Но это звучит вкусно и не портит общей картины. Это наоборот добавляет жирка, оживляет звучание, делает его более объемным и глубоким. Наушники берут заявленную частоту в 20 Гц, но по-настоящему просыпаются от 25 Гц. Сабвуферный тест трекам BassTronics, Bass I Love You Too проходят на ура. Низстелящийся, мягкий, массивный, по-настоящему сабвуферный. Мидбас имеет упругость и приличный панч, и конечно же тактильность. Присутствует хорошо различимый рельеф, и несмотря на массивность низких частот, они обладают отличным контролем. Средние частоты очень гармонично соседствуют с низкими. Серединка ощущается несколько смягченной, при этом очень живой и вызывающей эмоции. Аж волосы дыбом встают. Акустическая и классическая гитары, саксофон, скрипка, рояль и прочие живые инструменты звучат тембрально богаче, чем обычно. Звук подкрашен, но лишь слегка, что придает некий шарм, словно элегантная леди, что нанесла минимум макияжа для того, чтобы подчеркнуть свою природную красоту. Здесь нет мониторной сухости или скрупулезной дотошности в попытках передать все без прикрас. Взамен этого наушники с щедрыми мазками набросают упоительное и сверхмузыкальное звучание в инструментальных жанрах. В различной энигматике вы получите ту самую загадочность и ощущение прикосновения к чему-то сакральному. В тяжелых металлических жанрах мясо, мощь и эпик. Верхние частоты обладают плавностью. Резких и колючих пиков здесь нет и следа. Но если вы подумали, что наушники имеют недостаточное количество высоких частот, то это не так. Высоких частот тут идеальное количество. И качество их на очень высоком уровне. Хвосты тарелок ударной установки имеют удлиненную продолжительность. Верха отлично прорисованы. Нет ни мути, ни приглушенности. Детализация хорошо проявляется даже в нагруженных треках. Наушники прекрасно справляются с плохими записями и умеют гасить сибиллианты. Вокал летящий. Присутствует воздух и некоторая подслащенность. В спокойных композициях женский голос воспринимается ласковым. Сцена масштабная, образы крупные. Наушники великолепно работают с атмосферой. Виртуальное пространство имеет плотное заполнение. Построение сцены похоже на Янин Кармен. Три восклицательных знака. Я по-настоящему получил огромное удовольствие во время прослушивания музыки через эти наушники. Рекомендую тем, кто хочет высококлассное качество звука с богатством эмоций, всеобъемлющей музыкальностью и каким-то фантастическим погружением в аудиополотно. Вот такой текст я написал, пока отслушивал эти наушники. И скажу вам так. Предположим, сейчас предновогоднее время. Ну, предположим, пофантазируем. Я составляю список наушников, лучших наушников за этот год. И в ценовой категории до 50 тысяч рублей будут эти наушники, которые стоят 30 плюс тысяч рублей. Они будут на первом месте. Они обойдут 7 год и EM10. Потрясающие наушники. Ну, эти обойдут их. Они обойдут и Hi-P4. Они обойдут и обскачут и Aurora от 7 Гц. Эти наушники самые сладкие, сладкоголосые, охренительные. С построением сцены очень сильно напоминающие Янин Кармен. Ничто из вышеперечисленных наушников не способно строить такую сцену, как Янин Кармен. Естественно, эти наушники тоже ее не способны выстроить такую же, один в один. Но они довольно близко метят к этому. Уникальные ушки, уникальные. А как они заполняют пространство звуками фоновыми? Бывают, одеваешь наушники, какие-то даже дорогие, и все в них хорошо, и все кайф, и ачихашечка хорошая. И вот сцена-то хорошая. А заполнение пространства, вот виртуального, воздух, не заполняется особо ничем. Темнота, пустота. Нет погружения в атмосферу концерта из-за этого. А здесь ты их одеваешь, у тебя воздух плотный, наполненный жизнью, живым звуком наполненный воздух. Какой же это кайф. Уникальные, великолепнейшие. Я их могу только расхваливать. Это мое исключительно плевать, субъективное мнение. Но хороший источник дайте им, и вы не пожалеете. Не буду сильно затягивать и растягивать этот видос. Смысла не имеет. Рассказывать еще что-то, какие они охренительно музыкальные. 20-30 минут прогрева на экстремальной громкости. Но так, чтобы их не повредить, нужно что же понимать. И все. И они дарят вам охренительно красивые низкие частоты. Великолепное заполнение фона. Потрясающее построение сцены. И супер музыкально-мелодичное звучание. И мега комфортные они. И крупный образ масштабируемый. И сцена-то большая масштабная. И все жанры-то они великолепно играют вообще все. Все, всем спасибо, всем пока. Да, да, не забывайте ставить лайки, чесать яйки. Я их сейчас буду слушать. Эта модель от XSENSE однозначно очень даже хорошо. Но самое главное, берегите себя и свои махнятии жопи. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...